Генеральный спонсор службы новостей город сеть аптек аптека для бережливых Заботьтесь друг о другое, как аптека для бережливых заботится о вас Здравствуйте, в эфире служба новостей город в студии Мария Лукьянова Я и мои коллеги расскажем вам о событиях в пятнице, 18 мая. Смотрите в ближайшие минуты В Кенинграде приставы начали опечатывать торговые центры, которые до этого закрыли из-за нарушений пожарной безопасности Владимир Путин одобрил сразу несколько кандидатур на посты вице-премьеров, кто займет новые или ново-старые места Стали свидетелем аварии или скандала на дорогах? Присылайте видео к нам в редакцию, лучшие попадут в эфир Неважно, кем ты работаешь, ты можешь поехать на работу на велосипеде В России прошла акция по отказу от автомобиля. Принял ли в ней участие хоть один калининградец? На воде плавучая сцена, а на берегу традиционная еда со всей России Спортивные игры, детские игровые зоны, отдыха На верхнем озере начался городской пикник И начнем с самой обсуждаемой темы этой недели Очередное закрытие торговых центров Причина – несоблюдение пожарной безопасности Так, в этот вторник по решению суда работу приостановили сразу два комплекса Мегасити на Мусоргского и Акрополь А сегодня стали известны новые подробности В пятницу 18 мая после обеда приставы опечатали кафе в торговом центре на улице Бараново В результате проверок выяснилось, что часть торгового центра не соответствует нормам пожарной безопасности Под санкции попали также цокольный этаж и еще один ресторан Вслед за Акрополем опечатали и Мегасити Как сообщили очевидцы, входные двери были перекрыты, а сотрудники магазинов выносили товар и вещи Напомним, после пожара в Зимней Вишне в Калининграде, как и по всей России, начались массовые проверки магазинов После чего на время закрыли маяк, эпицентр, спутник, барна Карла Маркса Все они не соответствовали требованиям пожарной безопасности Некоторые из них до сих пор не заработали К слову, на этой неделе в Кемерово начался демонтаж сгоревшего торгового центра Как сообщают наши коллеги из федеральных СМИ, 15 мая начали сносить ту часть здания, где находились сауны и автомойка Убрали и временный металлический забор, возведенный вокруг центра на время следствия На месте, где погибли 64 человека, уже 1 сентября планируют открыть сквер Владимир Путин одобрил сразу несколько кандидатур на посты вице-премьеров Если верить федеральным СМИ, то указ о назначениях президент подпишет уже в ближайшее время Кстати, возможно, пост главы МЧС России займет экс-врио нашего региона Евгений Зиничев Как раз его фото сейчас находятся на плазме Напомним, Зиничев был назначен в Рио губернатора Калининградской области в конце июля прошлого года А уже через два месяца он уехал в Москву, якобы из-за проблем с публичностью Согласно пока неподтвержденной информации, первым вице-премьером вместо Игоря Шувалова станет Антон Силуанов За промышленность и энергетику в стране будет отвечать Дмитрий Казак За здравоохранение, образование и соцполитику Татьяна Голикова Курировать сельское хозяйство будет Алексей Гордеев Транспорт и связь Максим Акимов, культуру и спорт Ольга Голодец Вице-премьером оборонно- и промышленного комплекса станет Юрий Борисов А по строительству Виталий Мутко Должность руководителя аппарата правительства займет Константин Чуйменко Братья наши меньшие снова нуждаются в помощи На этот раз она нужна кавказским среднеазиатским овчаркам и их метисам, оставшимся без дома В эту субботу, 19 мая, приют «Передержка. Поможем вместе» организовывает благотворительную акцию Всех, кому не безразличная судьба животных, ждут у ДКМ с 11 до 15.00 А пока предлагаю посмотреть ролик, который волонтеры прислали к нам в редакцию Приют «Передержка. Поможем вместе» представляет Команду помощи кавказским и среднеазиатским овчаркам Их метисам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации Оставшимся без дома Потеряшкам, выброшенным на улицу отказнякам Почему именно такие собаки? Потому что многие боятся их, встретив на улице И нередко именно они страдают от рук человека по причине своего размера К сожалению, животные не люди и не могут себе помочь Заработать на жизнь, купить продукты Они не могут сказать, что у них болит Холодно им или тепло Мы стараемся помочь, насколько для нас это возможно Содержание, лечение мы тянем собственными силами На это уходит огромное количество времени и, конечно же, средств Средств, конечно, всегда не хватает Нам всегда нужны Корма, сухой и влажный Средства для обработки отблок и клещей Десс-средства Резиновые перчатки Мусорные мешки Перевязочный материал Пеленки, шприцы Ошейники, поводки, намордники Шлейки для крупных собак Цепи, карабины, вертлюки Ветошь Одеяло, теплые вещи, опилки, сено Кастрюли, большие миски Также у нас вы можете выбрать себе охранника и друга Если вы хотите помочь четвероногим, то приходите 19 мая с 11.00 до 15.00 к ДКМ Или звоните волонтерам по номерам, которые видите на экранах Либо к нам в редакцию по телефону 555-085 Зеленоградские коты теперь уж точно голодными не останутся Власти курортного города собираются установить специально для четвероногих кормушку Она обойдется городу в 42 тысячи рублей По плану кормушка будет сделана из металла И достигать длину и высоту чуть больше метра Она будет оснащена шестью мисками О других новостях города и области коротко в нашей постоянной рубрике Новый променад в Светлогорске планируют открыть уже летом По сообщению застройщика, большая часть сделана Остались основные монолитные работы и отделка Строители добавляют, что в целом променад можно будет увидеть в начале лета А уже в июле он предстанет в финальном виде До конца месяца жителям Центрального и Московского районов придется обходиться без горячей воды Об этом сообщает пресс-служба гор-администрации Узнать, попал ли ваш дом в список, можно на сайте, адрес которого вы видите на экране Тем временем все детские лагеря готовы к работе Аж на 150% Об этом заявила председатель комитета по соцполитике Анна Аполлонова По ее словам, которые, кстати, разнятся с данными Роспотребнадзора У трех лагерей уже есть соответствующие заключения, а остальные четыре получат их на этой неделе Калининградцев ожидают теплые и солнечные выходные Так, в эту субботу, 19 мая, воздух прогреется до 20 градусов А в воскресенье на 1 градус больше Рабочая неделя подарит горожанам также хорошую погоду В некоторые дни даже стоит ждать 25 градусов 20 мая в Центральном парке культуры и отдыха состоится праздник «Хлеба и молока», который в этом году станет двудневным Гостей ждет в два раза больше музыки, танцев, веселья и хорошего настроения в компании калининградских артистов Для детей будет организован контактный мини-зоопарк, а также школа юных пекарей Также всех пришедших в Центральный парк в этот день ждет большая ярмарка от калининградских производителей Главным музыкальным сопровождением праздника станет концерт легендарной группы «Хай-Фай» Начало в 13.00. Вход свободный Во время чемпионата один из официальных мячей турнира вынесет школьник из Советска Иван Азаров Он стал победителем всероссийского конкурса «Юный арбитр», в котором приняли участие более тысячи детей со всей страны По сложившейся традиции вместе с известными футболистами на поле перед игрой выходят и юные спортсмены О других новостях подготовки к мундиале в следующем материале выпуска Стала известна дата, когда сборная Сербии прибудет в Калининград По сообщению Международной Федерации Футбола самолет с командой приземлится в Храброво 11 июня К слову, это единственные игроки, которые во время чемпионата будут базироваться в нашем регионе, а именно в Светлогорске Сербские футболисты сыграют на Калининградском стадионе со сборной Швейцарии 22 июня А с середины мая на два месяца в нашем городе прекратятся все строительные работы По сообщению властей, запрет на ремонт вводится на улицы, которые относятся к маршруту и территориям чемпионата После его окончания все работы восстановятся Ограничат в Дни Мундиали и проведение митингов, шествий, собраний и пикетов Так, по решению градоначальника с 25 мая по 25 июля все подобные собрания организовывать можно будет только в сквере у памятника землякам-космонавтам на проспекте Мира И то только с 9.00 до 13.00 Ограничено будет и количество человек до 100 В Калининграде во время чемпионата пройдет фестиваль путешествия Welcome Football Cup Гастрономический марафон в нашем городе состоится 28 июня В этот день гости Калининграда смогут попробовать знаковые блюда местной кухни Серия фестивалей пройдет во всех городах участниц турнира с 14 июня по 15 июля под общим брендом «Гастрономическая карта России» Спонсор рубрики «Дневники чемпионата» Агентство недвижимости «Этажи» Неважно кем ты работаешь, ты можешь поехать на работу на велосипеде С таким лозунгом в этом году выступили организаторы акции, которая сегодня проходит по всей стране В пятницу 18 мая от автомобиля отказались тысячи россиян и пересели на двухколесный транспорт На официальных плакатах к акции присоединились герои известных сказок, которые по легенде берут пример с почтальона Печкина Он начал ездить на работу на велосипеде еще до того, как это стало мейнстримом О том, как акция прошла в нашем городе и много ли калининградцев последовало примеру сказочных героев, узнаем из следующего сюжета Для Екатерины Машегировой этот день ничем не отличается от других Она и так каждый день ездит на работу на велосипеде, как, впрочем, и с работы И она прекрасно помнит, когда перестала передвигаться по городу на общественном транспорте Это было в мае ровно пять лет назад Ко мне в мае приезжала девочка в гости из Питера, и я не знала, как ее развлечь Я очень боялась ездить на велосипеде по Калининграду Велоинфраструктура у нас в городе не очень-то развита, а пять лет назад еще вообще ни одной велодорожки не было И сама непонятно почему, но Абун предложила ей взять велосипеды в прокат И мы поехали покатались, и поняла, что это совсем не страшно, и все, через пару дней купила велосипед Вот и сегодня Екатерина приехала на работу на двухколесном транспорте К акции также присоединились и первые лица города Так губернатор Ильиханов приехал к правительству на велосипеде Несмотря на то, что утро было хмурым и, казалось, собирался дождь Сменили сегодня вид транспорта и наши чиновники А заодно и блузки на толстовке, и юбки на джинсы Так сделали еще тысячи россиян, а заодно сфотографировались и выложили в инстаграм Однако, когда ездишь так каждый день, возникают сложности Правилом вообще велосипедист все-таки должен ездить по проезжей части, если нет велодорожек А так как велодорожек у нас одна, две, три, ну вот как-то так и все То приходится ездить по проезжей части, и поэтому это, конечно, немного опасно А вот в Европе ездить на велосипеде совершенно не опасно Там уже давно развита велосипедная структура К примеру, почти на всех улицах в Германии или Дании Есть велосипедные дорожки с отдельными знаками, разметкой и светофорами Иногда велосипедная полоса даже шире автомобильной Но так как велосипедов много, случаются пробки А на парковках иногда можно увидеть сразу тысячи железных коней Но калининградцы не спешат пересаживаться на велосипеды Хотя, конечно, не все В Калининграде постоянно пробки И как бы это самый быстрый способ, я считаю Ну, именно если в центре города передвигаться на велосипеде Все пешком передвигаюсь Гораздо лучше, потому что пробки постоянные И на транспорте далеко объезжать напрямую Улочками гораздо быстрее и проще И очень познавательно Ну, как-то всегда обычно пешком Если прямо уж очень далеко, то на автобусе А так в основном пешком Анастасия Соколова, Михаил Эльбаум, служба новостей город Смотрите во второй части нашего выпуска В Калининграде на улице Горького загорелся дом По сообщениям очевидцев, чтобы его потушить понадобились две пожарные машины Стали свидетелем аварии или скандал на дорогах? Присылайте видео к нам в редакцию Лучшее попадет в эфир На воде плавучая сцена, а на берегу традиционная еда со всей России Спортивные игры, детские игровые зоны отдыха На верхнем озере начался городской пикник Эти и другие новости после короткой рекламы В эфире служба новостей город и мы продолжаем Против журналиста американского еженедельника Следственный комитет России возбудил уголовное дело По сообщению Медузы в своем материале журналист предложил Украине взорвать Крымский мост Назвав строительство путепровода Цитата Возмутительным оскорблением Украины как нации Криминальные новости продолжит наша рубрика «Место происшествия» Эти кадры сняты на улице Горького Там, по сообщению очевидцев, загорелся дачный дом Чтобы потушить пламя, на место выехали две пожарные машины О причинах возгорания и пострадавших пока ничего не сообщается А на московском проспекте загорелась ель По словам очевидцев, сначала загорелся мусор, который лежал возле дерева А уже после огонь перекинулся на ель У нее обгорели ветки и часть кроны А это видео снял один из пассажиров, летевший самолетом из Калининграда в Москву По его словам, из-за поломки в корабле не было воды Из-за чего пассажиры также остались и без горячего чая В Калининграде разыскивают Александра Андреева Который 15 мая вышел из БСМП и до сих пор не вернулся домой Приметы пропавшего на ВИ 35 лет Рост 170 сантиметров, худощавый, волосы темные, часть головы выбрита Был одет в темные спортивные брюки, серую майку и сланце Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины Просят сообщить по телефону, который вы видите на экране или 02 Кристина Булыцына, служба новостей Город На Московском проспекте под колеса автомобиля попал 12-летний ребенок Который, по сообщению очевидцев, переходил дорогу по пешеходному переходу Ведя рядом велосипед Наезд на мальчика совершил водитель Volkswagen Passat Школьник получил травму ноги, его доставили в больницу На живее продолжит постоянная рубрика «Видеорегистратор» Герой этого ролика, о возможной героине, придерживается девизом Чистота должна быть во всем Именно так комментируют видеозаписи авторы Другие водители же считают, что автомобиль просто радуется возможности повернуть налево И машет импровизированным хвостиком от счастья А водитель этого внедорожника то ли правила не знает То ли считает, что раз габариты позволяют, то отказывать семье в чем-то не стоит План «Я царь дорог» нарушу владелец видеорегистратора Чтобы уроком было, добавляют автовладельцы Ой, неловко получилось, мужчины, ну помогите же Решусь предположить, что именно так звучал монолог этого горе-водителя Вот только помогать нарушителю, а точнее нарушительнице, никто из водителей не спешит Если бы не сотрудник в форме, страшно представить, чем бы это могло закончиться В следующем и 2020-х годах Калининградская область недополучит аж 2,5 миллиарда рублей помощи из федерального бюджета Такое решение, по сообщению властей, принято из-за изменения позиции Минфина страны При этом это никак не должно сказаться на экономике нашего региона, заверили чиновники О других новостях финансов и бизнеса и политики расскажем далее Спонсор бизнес новостей, строительная компания Тамак Здравствуйте и начнем с новостей региона Калининградские власти готовят несколько заявок в рамках программы приграничного сотрудничества с Польшей Так, одна заявка относится к ревитализации парка Макса Ашман в Калининграде и долинки в Эльблонге Сумма, которую можно по ней получить, составляет 2,5 миллиона евро Вторая заявка на строительство велодорожек в Южном парке Калининграда и на отрезке Кеншин парч в Польше Деньги, к слову, разделятся между двумя городами Тем временем Антон Алиханов предложил китайским компаниям вкладывать деньги в развитие игорного бизнеса на территории нашего региона Как известно, Китай один из стратегических бизнес-партнеров Калининградской области Только за прошлый год товарооборот между Калининградом и КНР составил порядка 859 миллионов долларов Благодаря сотрудничеству игорная зона может расшириться Пока же там построено лишь казино и отдельно стоящий зал игровых автоматов Министерство финансов страны предложило повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, а для мужчин до 65 По сообщению РБК, ведомство предлагает повышать возраст выхода россиян на пенсию на год каждые 6 месяцев Тем временем Минтруд хочет отправлять женщин на заслуженный отдых в 60, а мужчин в 65 Нововведения могут вступить в силу уже со следующего года При этом, по данным экспертов, нынешние 20-летние мужчины доживут до пенсии с вероятностью 68% Российский короткометражный фильм Игоря Поплаухина «Календарь» занял второе место в студенческой программе на Каннском фестивале Это история о русской женщине средних лет, которая втайне от всех отправляется в путешествие Молодой режиссер получил награду за сильный кинематографический опыт и мастерское погружение в атмосферу картины Всего в программе участвовали 17 студенческих фильмов, отобранных почти из 2,5 тысяч заявок И в завершение новости из соцсетей Эксперты обнаружили компьютерный вирус, который похищает данные из Телеграм Вредоносная программа предположительно создана русскоговорящим хакером По некоторым данным, в апреле произошло сразу две атаки на программу При этом вирус представляет опасность только для компьютерной версии мессенджера Он позволяет воровать контакты и историю переписки Копирует учетные данные пользователя из браузера Google Chrome На сегодня это были все бизнес-новости Меня зовут Анастасия Орехова Хороших вам выходных! Спонсор бизнес-новостей, строительная компания «Тамак» Центробанк, как и всегда, установил новые курсы Стоит ли менять рубль на иностранную валюту завтра? Узнаем из официальных прогнозов Курсы валют на выходные ДОР США 61 рубль 94 копейки Евро 73 рубля 17 копеек Польские сглоты 17 рублей 2 копейки Выходные на этой неделе начались у калининградцев уже с пятницы Какие, возмущенно спросят те, кто еще на работе Городские, ответят им организаторы форума «Среда для жизни» В рамках которого на Верхнем озере открылся городской пикник Специально для него прямо на воде установили плавучую сцену А на берегу фудкорт, диванчики и кресла Стоит ли посещать все мероприятия, ведь фестиваль будет проходить еще и завтра Расскажет моя коллега Анастасия Соколова в селфи-материале Всем привет! Я нахожусь на Верхнем озере Что удивительно, в разгар рабочего дня здесь очень много людей Пойдемте посмотрим, что же здесь есть Сцену на воде построили специально для городского пикника Я ближе подходить не буду, потому что меня просто не будет слышно Музыка очень громкая и очень красивая Вся эта территория уставлена палатками с едой Приехали ребята из разных городов, с Астраханией Основа – это пикник, то есть речь идет о еде В первую очередь о еде Да, в первую очередь о еде Да, ну Это раки А что вы с этими раками делаете? Варим С сухим укропом по классике, с лавровым листом, с перцем из... С перцем из... Мне говорили, что еда какая-то особенная здесь сегодня Да, у нас еще будут шашлыки из морепродуктов, с гребешком, с кальмаром, с креветкой тигровой, с бакинским томатом Ну, лока-боле подается на лепешки, в общем, будет вообще все очень круто Киска, лопатка, изюм, киш-миш Угощают нас астраханской рыбой Вы посмотрите только какой ассортимент А какой запах! А рядом кричат свинина, свинина Давайте посмотрим, это тюмень Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, а чем вы нас сегодня угощаете? Самыми вкусными хот-догами Из свининки, из оленинки Северный олень, северный Северный олень, да Это шутка? Нет, серьезно Это серьезно? Действительно привезем северного оленя из Ямала О, тут и бургеры из Сочи Кстати, смотрите, какая к ним выстроилась очередь А здесь рисуют граффити Ну-ка, ну-ка, спросим Рисуем? А рисуете что? Я рисую буквы моих товарищей и своих птицей А можно мне сделать небольшой пшиф? Ух ты! Я оставлю свой след на стене Калининграда Я никогда не рисовала на стенах Я была таким правильным ребенком И вот я порчусь Ой, смотрите, какую часть большую стены разрисовывают эти ребята Видимо, это будет продолжаться еще и завтра И уже к понедельнику мы или к воскресенью сможем увидеть ее во всей красе Лекции будут проходить так Вот на этих креслах будут сидеть зрители За столиками тоже А на сцене будут выступать Саша, расскажите, что здесь происходит? Здравствуйте, мы проект Архитектурная дача Мы приехали из Санкт-Петербурга И мы вместе с детьми строим интерактивную детскую площадку Мы строим такой вот жилой модуль глазами детей А дети вместе с нами, с архитекторами, с родителями проектируют Строят собственными руками, выбирают цвета, выбирают функции Определяют, как же будет выглядеть их идеальная жилая пространство То есть дети на этой площадке будут играть? Да, впоследствии завтра, когда мы закончим строительство Дети смогут пользоваться ей как угодно Играть, трансформировать ее То есть это такая площадка-конструктор Менять конфигурацию пространства, менять элементы Сидеть на ней, лазать, ползать И она останется на территории фестиваля На территории парка Вы посмотрите, какая красота! Здесь я буду фотографироваться Вспоминаем, городской пикник будет уже завтра Я его уже вписала в свой ежедневник Потому что, честно говоря, все посмотреть не смогла Это люди как-то выбрались со своей работы А нам еще нужно ехать дальше Анастасия Соколова, Михаил Ильбаум Служба новостей город, пока! А теперь пришло время для новостей из социальных сетей Что пользователи обсуждали сегодня в интернете Узнаем из нашей постоянной рубрики Партнер рубрики «Социальные сети» Центр продажи и обмена автомобилей «Риэл Авто» Город спит, работа идет Накануне поздним вечером губернатор Антон Алиханов Протестировал светомузыку в фонтане В новом сквере у здания ДКМ О чем не забыл сообщить калининградцам И поделился вот таким вот красочным видео В своем инстаграм Маленькой елочке холодно весной А может уже и не холодно Раз ее все-таки решили вынести на улицу Вот умеют люди отдыхать Пишут пользователи Новый год только в мае закончили отмечать Калининградцы выбрали имя под брошенному лисенку на курской косе Зверенка будут звать Куршик В сети уже появилось видео, как новый житель парка Осваивается в новом доме В общем, одно сплошное ми-ми-ми Смотрите сами Партнер рубрики «Социальные сети» Центр продажи и обмена автомобилей «Риэл Авто» Что интересного и важного произошло в жизни жителей и гостей города Они расскажут сами в нашем традиционном опросе Спонсор рубрики «Хорошие новости» Сеть магазинов европейского формата «Семейная мода» Вот собака живет со мной очень хорошо Дети в школу ходят Муж здоров Очень приятно жить И погода хорошая У меня скоро роды, у меня вот какая новость хорошая Второй ребеночек скоро родится Погода прекрасная Я с удовольствием гуляю на озере в такую погоду Отпуск скоро В июне Я девушку встретил, которую, короче, очень Которую очень люблю Юля, привет Я в этом году заканчиваю институт В этом году я выхожу замуж В этом году я иду отдыхать Самое лучшее в этом году у меня произошло И путь Спонсор рубрики «Хорошие новости» Сеть магазинов европейского формата «Семейная мода» И по традиции наш выпуск завершает прогноз погоды Чем в завтрашний день встретит нас с солнцем или проливным дождем Знают синоптики, которые, как всегда, подготовили для наших телезрителей самый точный прогноз Спонсор прогноза погоды – стоматологическая клиника на вагоностроительной 10 В Калининграде 19 мая плюс 17 – облачно 20 мая плюс 18 – маооблачно 21 мая плюс 21 – дождь В Гданске 19 мая плюс 16 – ясно 20 мая плюс 17 – ясно 21 мая плюс 19 – ясно В Вильнюсе 19 мая плюс 19 – облачно 20 мая плюс 19 – ясно 20 мая плюс 20 – ясно 21 мая плюс 20 – ясно Спонсор прогноза погоды – стоматологическая клиника на вагоностроительной 10 И это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Если и вы стали свидетелем необычных событий и вам есть что рассказать городу, позвоните к нам в редакцию по телефону 555-085. В студии с вами была Мария Лукьянова. До встречи в эфире и хороших вам выходных. Заботьтесь друг о друге. Как аптека для бережливых заботится о вас.